Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим шоколадный торт шоколадной глазурью. Домашний торт без возни и заморочек. Получается торт очень вкусный. Я его готовила на свой день рождения. Сначала приготовим бисквит. В миску выбиваем 3 яйца. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь и заходите почаще. К яйцам добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара и взбиваем миксером в белую пышную массу. Для приготовления этого бисквита я яйца на белки и желтки не разделяю, а взбиваю прямо так. 180 миллилитров молока ставлю в микроволновую печь на 20 секунд, чтобы оно стало немного теплым. В 230 грамм муки добавляю полторы чайные ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соды и 40 грамм темного несладкого какао. И все тщательно перемешиваю ложкой. И теперь в несколько приемов просеиваю все рассыпчатые ингредиенты. Постепенно добавляю в несколько раз слегка теплое молоко и перемешиваю силиконовой лопаткой. Миксер нам больше для бисквита не понадобится. Перемешиваем аккуратно, круговыми движениями, чтобы тесто, чтобы яйца не осели и тесто получилось пышное. Добавляю еще одну порцию молока и продолжаю перемешивать. И так до конца, пока не кончатся все рассыпчатые ингредиенты и молоко. Масса должна получиться пышная и воздушная. Такие шоколадные бисквиты получаются очень вкусные и готовятся довольно просто. И в самом конце добавляю 80 миллилитров растительного масла без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленное сливочное масло, слегка его остудив. Подготавливаем формочку. Размер моей формы 20 сантиметров диаметром. Я ее застилаю пергаментной бумагой. Бумага у меня силиконизированная, поэтому я ее ничем не смазываю. И переливаю тесто в форму. Духовку я уже разогрела на 180 градусов. И ставим запекаться тесто в духовку примерно на 30-35 минут. Ориентируйтесь по особенностям вашей духовки. Запекаем до сухой зубочистки. Бисквит у меня отлежался. Я его разрезаю на 3 равных коржа. Мне очень удобно разрезать бисквиты с помощью ножа и нитки. Шапочку в этом рецепте я тоже полностью использую. Таким образом у нас все идет в ход. Для крема 300 грамм творожного сыра разминаю ложкой. 250 миллилитров жирных сливок взбиваю миксером до загустения, до мягких пиков. Постепенно добавляю в несколько раз сахарную пудру 100 грамм и продолжаю взбивать. Когда сливки немного загустели, добавляю размятый творожный сыр и продолжаю взбивать до загустения и до однородности крема. Такой крем готовится очень просто и получается необычайно вкусный. Обязательно попробуйте. Собираем торт. На подложку выкладываю небольшое количество крема и выкладываю первый корж. Сверху устанавливаю кондитерское кольцо. В кондитерском кольце собирать намного удобнее. Для пропитки я смешала 2 столовые ложки сахара со 150 миллилитрами молока и пропитываю каждый корж. Сверху выкладываем крем. Одну вторую часть крема. Аккуратно все разравниваем. Я это делаю, как вы видите, обычной ложкой. И сверху выкладываем второй корж. Второй корж также пропитываем пропиткой и выкладываем вторую часть крема. Все аккуратно разравниваем по всей поверхности коржа и выкладываем последний третий корж. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник хорошо пропитаться. Часов на 6, а лучше на ночь. По истечению данного времени достаем торт из холодильника, немного его подравниваем по бокам. Большой ровности нам добиваться не надо, так как затем торт мы будем покрывать шоколадной глазурью. Для ее приготовления я наломала на кусочки 200 грамм темного шоколада, добавила 110 миллилитров молока и 50 грамм сливочного масла. Ставим в микроволновую печь растопить шоколад с маслом короткими импульсами по 30 секунд. И затем все тщательно перемешиваем в центре силиконовой лопаткой. Перемешивать нужно интенсивно, чтобы глазурь стала вот такой, однородной. Затем перекладываем торт на решетку и поливаем шоколадной глазурью. Кстати, приготовление этой шоколадной глазури вы можете посмотреть на моем канале на отдельном видео. Ссылку я вам оставлю в описании. Поливаем торт шоколадной глазурью в несколько раз. Когда одна часть стекла, поливаем следующей частью и слегка поворачивая, ждем пока все равномерно распределится. Ничего не нужно трогать. Получится и так очень ровно и красиво. Украсить торт я решила клубникой. Можно использовать любые фрукты или ягоды по вкусу или по сезону. Также можно украсить красиво шоколадными конфетами, шоколадной стружкой. Активизируйте вашу фантазию и делайте все, как вам нравится. Давайте же отрежем кусочек и посмотрим, какой торт у нас получился внутри. Получился он очень сочный, вкусный, неприторный. Сахар тоже можно регулировать по вкусу. Надеюсь и вам этот рецепт тоже пригодится. Готовьте с удовольствием. Всем приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория!